привет всем мои дорогие мне очень радостно вернуться снова к вам и сегодня я делала шоколадные шары вот такие на елку скоро мы будем приобретать елку и обязательно их повешу туда собственно для этих шарок кроме шоколада ничего не нужно кроме форм формы все-таки здесь нужно использовать своими руками не получится также я делала вот такого шоколадного деда мороза он тоже у меня есть форм только немножко других есть у меня два вида форм для шоколада собственно шоколад и вот такая вот первая форма эта форма для деда мороза если я не ошибаюсь полиуретан но не уверена что именно так пришла она мне вот так вот было я разрезала чтобы можно было сразу делать целого деда мороза я делала пару раз что заливала половинки выливала шоколад и потом склеивала но так нужно делать только если вы хотите внутрь туда что-то положить какой-то сюрприз или что-то в этом духе если у вас предполагается в принципе пол и дед мороз без ничего либо полностью шоколадный но тоже без начинки внутри то проще сделать так как я сейчас покажу я отмеряю количество шоколада которое буду использовать в этом деде морозе он у меня где-то 15 сантиметров в высоту и я на него буду сейчас использовать где-то около 80 грамм шоколада вы видите я налила и стараюсь максимально совместить там смотрю по бубончику на шапке по рукавам максимально чтобы он у меня был как бы до кучки и резинкой обтягиваю для того чтобы у меня не расходилась сейчас буду распределять шоколад по всей форме внутри прижать нужно немножечко для того чтобы он все-таки не выбегал резинка не держит так супер крепко можно конечно воспользоваться еще прищепками вокруг застегнуть и тогда у вас шоколад не будет по бокам вылазит так как у меня вы видите немножечко начал выступать по бокам шоколад потому что я плотно вот не зажала вот вы видите но это тоже ничего страшного я потом скальпелем либо любым острым ножом смогу это обрезать это ничего страшного абсолютно постукиваю потряхиваю распределяю полностью шоколад для того чтобы он хорошо у меня распределился и буду отправлять в морозилку я данного деда мороза почему в морозилку можно также в холодильнике остудить не принципиально морозильной камере просто он так быстрее меня застынет и все отправляйте тем временем я подготовлю для шаров для шаров буду использовать вот такую вот силиконовую форму если вы помните я ее покупала на сайте new chic также для нее буду использовать черный шоколад внутри формы я покрыла кандурином кандурин любой на ваше усмотрение здесь у меня такой серебристый называется серебряная искра и также я делала еще с золотым кандурином можно в принципе кандурином покрыть после всего но тогда не так аккуратно получается здесь все-таки в шарах ложится внутри более равномерно распределила по пару ложек шоколада в каждую формочку и сейчас просто до верха доведу этот шоколад чтобы быть уверенной что у меня нигде сверху нет таких дырочек чтобы везде был у меня шоколад собственно лишний шоколад мы потом уберем вот распределила я весь шоколад сейчас возьму пленку либо не важно что можно пергамент можно пакетик ну не важно что чтобы у нас на него стек лишний шоколад в дальнейшем его потом можно будет снова использовать и не нужно будет отдирать от стола переворачиваю и опять таки слегка постукиваю потряхиваю для того чтобы лишний шоколад у меня здесь ушел и такую процедуру нужно будет проделать дважды либо если у вас изначально шоколад лег более толстым слоем можно просто растопить шоколад и кисточкой нанести его вместе стыка или там где вам кажется узким или тоненьким простите шоколад лишний шоколад вокруг я убираю выравнивает и сглаживаю верхушки своих шаров там где у них будет стык для того чтобы он был максимально ровный видите шары внутри гладенькие стали после всех вот этих наших движений а если я буду использовать кисточку то они внутри не будут такие гладкие но это абсолютно не важно после отправила до застывания в холодильник и после холодильника здесь уже после холодильника не морозильной камеры достаю вот такие вот блестящие шары если использовать цветной кандурин соответственно будет цветные также совершенно другой результат после использования белого шоколада они черного ну я решила попробовать в этом году вот такие вот вот собственно достали мы наши шары из формы что хочу заметить что если я использую кандурин вот таким образом он не берется к пальцам теперь смотрите у меня горячая тарелка я ее нагрела на паровой бане также обрезала и сделала петельку из вот такой вот грубой нитки можно использовать ленточку это тоже не важно и на эту горячую тарелку я ставлю быстренько шарик половинку шарика ставлю вторую половинку присоединяю ниточку накрываю и приклеиваю место стыка все вот такие вот шары у нас получается место стыка потом можно затереть кандурином и там затереть где вам показалось его мало в руках сильно долго на одном месте не держите потому что проплавите пальцами дырку и затираю там где мне кажется не хватает блеска и вот такие вот получились у меня шары там просто чуть чуть не так видно потому что то уже делала ночью эта фотография днем поэтому соответственно там немножечко освещение пострадало и давайте достанем же сразу деда мороза нашего с морозилки он у меня там провел где-то минут десять пока я занималась шарами и вот такой вот он блестящий красивый тоже получился есть такие же формы для шаров для конфет для всего то есть эти формы абсолютно прекрасные для шоколада и аккуратненько ножиком срезаю лучше конечно это сделать тогда когда наш дед мороз либо у вас другая может быть эта фигурка нагреется он тогда лучше намного режется сейчас он как бы крошится немножечко вот такой вот он получается хочу вам сразу его показать расколоть разрезать но думаю что нет смысла внутри полы в нем очень много можно положить по внутрь я надеюсь вам пригодится мой рецепт а с вами был кекс до новых встреч пока 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 пока